Наши дни не всегда идут по плану. Эта девушка спасла плачущего медвежонка. Просто посмотрите, как мама-медведица поблагодарила ее за помощь. Алиса собиралась на свой последний поход в горы перед тем, как отправиться на базовую подготовку. Она волновалась, но была в предвкушении. Она думала, что ее многолетнее проживание в горах даст ей преимущество в обучении. Ей предстояло временно распрощаться со своим домом и именно этим она занималась. Она поднялась высоко в холмы, когда вдруг услышала ужасные стоны. За все годы походов и жизни там она никогда не слышала таких звуков. Осторожно она подошла к источнику звука и то, что она обнаружила, ее шокировало. Это был медвежонок. Он упал с крутого обрыва и сидел на уступе на полпути. Медвежонок был в ужасной опасности и плакал, звал мать. Звуки были душераздирающими и, похоже, не только Алиса так думала. Мама медведица была на вершине обрыва и выглядела взволнованной, отчаянно желая спуститься к своему детенышу-медведице, нервно расхаживала из стороны в сторону, пытаясь найти путь вниз. Несколько раз она пыталась спуститься по обрыву, в результате чего песок и камни моментально падали на медвежонка внизу. Алиса наблюдала издалека сбоку. Медведи обычно хорошо лазают, но этот обрыв был очень крутым, и спуск был бы труднее, чем подъем. Медведица попыталась спуститься несколько раз, но любое начало спуска вело ее прямо к подножию обрыва. Обрыв был слишком крутым. Поняв, что не сможет добраться до своего детеныша, медведица начала паниковать. Теперь оба, и медвежонок, и медведица, плакали в отчаянной попытке воссоединиться. И их крики были мучительными, самыми душераздирающими звуками, которые Алиса когда-либо слышала. С медведицей, теперь тоже вокализирующей свое беспокойство о детеныше, она начала подниматься по обрыву. Пока Алиса наблюдала, произошла катастрофа. Медвежонок был очень маленьким и не умел хорошо лазать. Ему удалось подняться на небольшое расстояние. Но внезапно он упал. Алиса ахнула, опасаясь, что станет свидетельницей того, как беспомощный медвежонок получит травму внизу у Тесса. Момент, когда он снова врезался на уступ, звучал ужасно. Но, по крайней мере, он был в относительной безопасности. Но когда медвежонок упал, его задняя лапа провалилась в скалу, попав в мягкое место и сломалась. Лапа застряла, и казалось, что ему очень больно. Медвежонок пытался освободить лапу, но чем больше он тянул, тем более опасным становилось его положение. Продолжая тянуть, он мог упасть и получить более серьезную травму. Алиса не могла просто стоять и наблюдать за трагической судьбой медвежонка. Все в ней говорило ей, что нужно действовать. Она была заядлой скалолазкой, но не взяла с собой никакого снаряжения. Ее дом был слишком далеко, чтобы сходить и взять необходимое снаряжение. Она потеряла бы драгоценное время, сходив домой и вернувшись обратно. Все зависело от ее навыков. Это было бы опасным мероприятием. И риск был велик. Но она просто должна была попытаться спасти медвежонка. У нее была веревка в рюкзаке, но не было ничего, к чему можно было бы ее привязать. Ей придется лезть без страховки. Она вынула из сумки все ненужное, а затем поделилась своим местоположением с родителями. Она объяснила, что не в беде, но через час даст о себе знать. Она не хотела их беспокоить. Но было важно, чтобы в случае чего-то кто-то знал, где она находится. Подходить слишком близко к взбудораженной медведице было небезопасно. Поэтому ей нужно было спуститься, а затем передвигаться горизонтально, чтобы достичь ноги медвежонка. Она начала осторожный спуск через край. Это казалось гораздо страшнее, чем ее обычные восхождения, особенно без обвязки. Ухватов для рук и ног на этой необычайно гладкой скале было мало, что делала это одним из самых сложных восхождений в ее жизни. Цепляясь только кончиками пальцев и носками ног, она осторожно двигалась вниз. Но без предупреждения ее нога соскользнула. С большим усилием ей удалось восстановить равновесие. Действительно пугающий момент. Но она убедила себя, что, вероятно, столкнется с гораздо более ужасающими ситуациями на службе и просто должна продолжать. Капли пота струились по ее спине под палящим солнцем. Ей хотелось передохнуть, но ставки были слишком высоки. Любая пауза могла привести к падению. Наконец она достигла того же уровня, что и уступ, готовясь двигаться горизонтально. Эта часть могла быть еще страшнее, но теперь она чувствовала под ногами уступ, хотя он был не очень широким. По сравнению с тем, за что она цеплялась последние полчаса, это казалось отпуском. Она старалась не обращать внимания на плач медвежонка и обеспокоенной матери, пока лезла. Но шум сверху от медведицы становился хуже, когда Алиса приближалась к медвежонку-медведице, наблюдая сверху, была еще более взволнованной. Падающий сверху песок и камни добавляли сложности в восхождении Алисы, делая его еще более опасным. Она не могла предсказать, когда большой камень может обрушиться на нее. Звуки сверху указывали на то, что мама-медведица опасалась того, что Алиса может сделать с ее детенышем. В те напряженные моменты Алиса глубоко обрадовалась, что обрыв разделяет их, понимая, что медведица может представлять смертельную опасность, если они окажутся рядом. Страх матери передался медвежонку, из-за чего он стал беспокойным. Он извивался и дергался, пытаясь освободиться от Алисы, хотя был совсем маленьким. Медвежонок мог случайно ранить ее. Она также беспокоилась, что его попытки вырваться могут привести к тому, что он соскользнет с уступа. Она осторожно расположилась спиной к скале и успокаивающе заговорила с медвежонком. Понадобилось некоторое время, но в конце концов он угомонился. Ее спокойное поведение и мягкий голос, кажется, достигли его. Подойдя ближе и осмотрев его лапу в расщелине, она решила, что если развернуть ее в нужном направлении, медвежонок легко выберется. Но сначала Алиса хотела убедиться, что он не упадет в другую сторону. Поэтому, когда медвежонок позволил ей прикоснуться к нему, она вытащила веревку из рюкзака и обвязала его вокруг талии под передними лапами. То, что произошло дальше, было потрясающе трогательным. Маленький медвежонок успокоился и перестал плакать. Наблюдавшая сверху, медведица тоже стихла. Казалось, малыш нашел утешение в присутствии Алисы. Поэтому, когда она осторожно обвязала его веревкой, он прижался головой к ее груди. Это было почти как объятие от маленького медвежонка, и от этого жеста у Алисы навернулись слезы на глаза. В тот момент давление, чтобы вывести медвежонка в безопасное место, только усилилось. Ей нужно было спасти этого медвежонка. Она также обвязала веревкой себя, погладила медвежонка по голове и аккуратно вытащила его заднюю лапу из расщелины. Он издал небольшой болезненный звук, но ничто не указывало на перелом. Немного шерсти на лапы было содрано, и она слегка ушиблена, но, казалось, серьезных травм не было. Затем наступила следующая сложная часть. Ей нужно было придумать, как им выбраться из этой ситуации. Она никак не смогла бы выбраться обратно по обрыву с привязанным к ней медвежонком. Не только это нарушило бы ее равновесие, сделав подъем невозможным, но медвежонок, хоть и маленький, был уже довольно тяжелым. Она знала свои силы. Подниматься было исключено. Это могло стоить им обоим жизни. Спускаться вниз означало удаляться от мамы-медведицы, что затруднило бы их воссоединение. Но не было другого выхода, чтобы вывести медвежонка из этой ситуации, сохранив им обоим жизнь. Алиса решила, что найдет способ вернуть медвежонка к матери, когда они окажутся на твердой земле. Веревка была привязана и к медвежонку, и к Алисе. Ей нужно было спустить медвежонка на землю, но найти подходящие опоры или точки для рычагов было непросто. Она надеялась, что вес не одолеет ее. Она осторожно перевесила медвежонка через край уступа и держала веревку руками. Малышу это не понравилось. С его точки зрения казалось, что его спасительница внезапно перевесила его через край. Это должно было быть пугающим для маленького медвежонка. Но как только он понял, что не падает, он успокоился. Медленно Алиса отпускала веревку сквозь руки, и медвежонок плавно опустился на землю. Ей пришлось лечь как можно дальше назад, чтобы использовать свой вес для страховки веревки. Медвежонок не весил столько же, сколько девушка, но был уже довольно тяжелым. Потребовались все ее знания и навыки, чтобы аккуратно спустить его. Процесс, казалось, шел гладко, когда внезапно произошел неожиданный поворот. Когда медвежонок приблизился к земле, он возбудился от предвкушения и начал извиваться и дергаться. Из-за этого Алисе было труднее удерживать позицию, и она, она опасно приближалась к краю. Но затем она заметила, что веревка ослабла. Взглянув на медвежонка, она увидела, что он благополучно достиг земли. Она отложила веревку в сторону, убедившись, что малыш в безопасности. Теперь была ее очередь, но сначала она решила немного передохнуть. Руки гудели, а плечи ныли от огромных усилий, когда она удерживала вес медвежонка. Некоторое время Алиса просто сидела, переводя дыхание. Но как только ее сердцебиение успокоилось, оно снова учащенно забилось. Земля под ней уже не казалась такой прочной, как несколько минут назад. Куски уступа начали откалываться. Она знала, что он не очень прочный, раз медвежонок смог проломить его лапой. Но до сих пор он выдерживал. Поэтому она старалась не думать об этом, пока сейчас земля казалась вот-вот обвалится. Она не хотела рисковать упасть на медвежонка, поэтому передвинулась в сторону и осторожно начала спускаться передышка. Подольше была бы неплохо, но она не могла позволить себе внезапное падение сейчас. На этом обрыве было больше зацепов, чем на гладком склоне вершины, но подъем был далеко не легким. Усталость сказывалась, и ее тело противилось этому суровому испытанию. Казалось, прошли часы с тех пор, как она начала спускаться, но когда она посмотрела вниз, земля все еще была на приличном расстоянии. Прыгать было бессмысленно, это могло оказаться не смертельным, но она наверняка сломала бы множество костей, и ее карьера закончилась бы, даже не успев начаться. Рюкзак на ее спине казался невероятно тяжелым, будто в нем лежали кирпичи целого дома. Он тянул ее вниз. Найдя место, где было достаточно пространства для безопасных маневров, она осторожно сняла рюкзак со спины. Ей нужно было избавиться от лишнего веса. Сначала она проверила, где находится медвежонок, а затем сбросила рюкзак на землю. Стало немного легче без этой ноши, но все равно было нелегко. Она спускалась так быстро, как могла, не подвергая опасности. Казалось, земля никак не приближалась, но затем, когда она потянулась за следующим уступом, ее нога ступила на твердую почву. Ноги у Алисы подкосились, она не могла поверить, что спустилась. Эта невероятно сильная женщина просто рухнула на землю. В некоторые моменты она сомневалась, что когда-нибудь окажется в безопасности. Лежать на земле было потрясающе, но солнце все еще безжалостно палило. Используя последние силы, она отползла в тень. Там она просто лежала, тяжело дыша. Она бы отдала что угодно за глоток воды, но ее рюкзак был где-то вне досягаемости, и у нее не было сил встать и пойти поискать его. Медвежонок подполз ближе и начал ползать по ней. Он казался гораздо счастливее и менее напуганным, когда оказался рядом. Когда он подобрался достаточно близко, она развязала веревку на его талии. Она хотела погладить и обнять медвежонка, но была слишком измуждена медвежонок, и гриво кататался рядом с ней, когда внезапно застыл, встал на задние лапы и навострил уши. Алиса тоже прислушалась и услышала шорох листьев и хруст веток, что-то приближалось через лес. Затем Алису охватил огромный страх. Совсем близко из леса вышла медведица. Должно быть, она поняла, куда Алиса вела медвежонка. Обогнула утес и спустилась с горы, чтобы встретить их. В последний раз, когда Алиса смотрела наверх, медведица была недовольна ею. Не станет ли это доброе дело концом для Алисы? Но медведица вовсе не обратила внимания на женщину. Как только мать медведица вышла из леса, медвежонок побежал к ней. Она быстро обняла своего детеныша, и они покатились по земле, радостно воссоединившись. Их глубокая связь была трогательным зрелищем, и Алиса не могла сдержать слез. Поняв, что ей следует уйти, Алиса попыталась сесть, но медведица, казалось, не замечала ее. Она была сосредоточена на своем малыше и не проявляла никаких признаков агрессии. Алиса решила рискнуть. Она была слишком измождена, чтобы уйти или беспокоиться. Но медвежонок не хотел расставаться со своим новым другом. Он побежал обратно к Алисе играть. Она пыталась отогнать его, но он не уходил. Пытаясь отвлечь медвежонка, Алиса опасалась, что может сделать мать-медведица. Но она никогда не могла себе представить, что произойдет дальше. Девушка спасла плачущего медвежонка, а теперь она смотрела, как мама-медведица что-то ищет. Алиса старалась не делать резких движений. На этот раз именно Алиса не могла понять намерений животного. Однако то, что произошло дальше, повергло ее в шок. Медведица отошла вместе со своим медведицем. Но затем вернулась, держа что-то в пасте. Это был рюкзак Алисы, и она бросила его прямо рядом с ней. Затем медведица отошла и села на безопасном расстоянии. Алиса не могла в это поверить, она быстро открыла сумку и достала бутылку с водой. Она сделала несколько больших глотков ледяной воды. Термобутылка была помятой, но все еще работала. Они сидели в тишине и покое, и Алиса чуть не уснула. Было похоже, что мать-медведица охраняла ее, пока она не восстановит силы. Алиса спасла ее детеныша, а теперь медведица благодарила ее, убедившись, что с Алисой все в порядке, пока она не сможет идти дальше. Это был невероятный опыт, лежать на дне огромного обрыва рядом с медведицей и ее медвежонком, просто отдыхая вместе с ними. Вскоре Алиса услышала знакомые голоса, ее родители звали ее. Они были уже близко. Алиса забеспокоилась, что медведица может плохо отреагировать на появление других людей. Но казалось, она понимала, что пришло время прощаться. Медведица подошла к Алисе и мягко коснулась ее ноги, а затем ушла в лес. Медвежонок полной нежности перекатился через Алису и ткнулся ей в плечо с любовью. Она обняла малыша в последний раз, когда он прижался головой к ее плечу. Затем мать позвала своего детеныша, и они оба исчезли в лесу, скрывшись из виду. Было трудно поверить, что кто-то поверит в эту невероятную историю, и если бы не огромные медвежьи следы вокруг нее, люди могли бы усомниться. Тем не менее, ее родители просто обрадовались, что она осталась невредимой. Сообщение Алисы обеспокоило их, и они с нетерпением ждали от нее сигнала, что она в безопасности. Однако она была благодарна за их заботу. Ее отец вернулся наверх, чтобы забрать то, что она выбросила из своего рюкзака, и они выбрались из леса. Этот опыт запомнился Алисе, когда она проходила базовую подготовку, и даже во время боевых действий. Когда в ее жизни случались трудные моменты, она вспоминала свое мужество в тот день, и это всегда помогало ей найти силы преодолеть любые препятствия. Когда она вернулась в эти холмы, медвежонок уже вырос, у него даже была своя семья. Наблюдая за ними, Алиса испытывала огромное чувство удовлетворения. Хотя она не могла быть полностью уверена, ей всегда казалось, что медведь узнавал ее издалека, и это было по-настоящему особенным чувством. Спасибо, что посмотрели.